Привет, друзья! В этом видео я отвечу на такой вопрос, сколько зарабатывать можно с YouTube и какой способ заработка выбрать прямую монетизацию с Google MadSense, либо же выбирать партнерскую другую программу, например, такую как AIR, она довольно сейчас популярная. Я поработала и с одним способом, и с другим, и сейчас прошел ровно месяц, и я уже могу четко определить и сказать, какие у меня показатели получились и что в итоге вышло. Я сделала вот такую таблицу сравнения, для того, чтобы вам было нагляднее и понятно, в чем и разница от прямой партнерки, от YouTube и от AIR. Давайте посмотрим внимательнее, подробнее все это делаем. Когда мы работаем с YouTube и монетизируем свои видео, 100% дохода, который вы зарабатываете, делится таким способом. 55% ваши, эти деньги ваши, 45% забирает себе YouTube как посредник, который непосредственно занимался тем, что находил рекламодателей для вашего канала. При этом вы не имеете никакой поддержки и какой-либо обратной связи. Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то жалобы на вас и так далее, вы хотите эти вопросы решить через поддержку YouTube, это дохлый номер, ничего не получается, никаких ответов нет. Нет никакого личного кабинета. Есть YouTube Analytics, в котором вы можете отслеживать аналитику. Также есть кабинет WhatSense, где вы можете смотреть количество кликов, прошедших за день, ни цену за клик, больше никакой информации по сути нет. Также есть огромный минус в том, что очень ограниченный способ вывода денежных средств всего 3, и возможность вывода денежных средств начинается от 100 долларов. То есть пока вы не накопите эту сумму, вы вывести эти деньги не сможете. Если же мы сравниваем все эти перечисленные пункты с АИР, то получается так, что распределение ваших средств так и остается. 45% заберет YouTube, 55% останется у вас. И вот от этих 55% АИР заберет еще 30 себе. То есть 55 теперь берем как 100, и вот от 100 30% заберет себе АИР. На этом моменте многие из вас подумают, что за ерунда, нафига это нужно, я, получается, буду меньше зарабатывать. Такие же мысли посещали и меня, и я именно поэтому долго не подключалась к АИРу, а оставалась на прямой партнерке. Но когда я, так скажем, рискнула и подключилась к АИР, я увидела, что мой доход настолько вырос, что то, что у меня остается за минусом вот этих 30%, больше, чем было у меня до этого с прямой партнеркой YouTube. Почему так получается? Потому что смотрим следующий пункт. Во-первых, есть поддержка. Все ваши вопросы, которые у вас могут возникать относительно вашего канала, если на вас кто-то нажаловался, какие-то страйки, жалобы и так далее, все эти вопросы помогают решить АИР. Они разбираются, объясняют вам, дают довольно подробные, развернутые ответы. При этом ответы приходят не моментально, не сразу, а плюс-минус в течение двух дней. Но повторюсь, что ответы приходят развернутые. Если касается вопросов каких-то цифр, все разжевывает, все объясняет. Если есть какое-то дополняющее видео, то дают ссылку на это видео. Есть обучение, которое проходит в прямом эфире, так называемые хэнгауты, это вебинары на площадке YouTube, где вы в прямом эфире можете слушать информацию, задавать вопросы и получать ответы прямо сразу в прямом эфире. Такие вебинары, хэнгауты проходят регулярно, каждую неделю, и все они сохраняются в записи, их можно пересматривать потом на канале поддержки АИР. Есть обучение, есть обратная связь. Есть личный кабинет в самой партнерской программе АИР, который постоянно дорабатывается, и сейчас команда АИР обещает, что в ближайшее время этот кабинет станет еще более навороченным, еще больше функций там появится. Есть много способов вывода денег, при этом можно вывести деньги, даже если у вас всего полдоллара на счету. Сравните, да, полдоллара вы можете вывести, или сто долларов. Есть партнерская программа, которая позволяет вам еще дополнительно зарабатывать. И если на вашем канале более 10 тысяч подписчиков, то вы получаете дополнительные привилегии. Их довольно много, но я перечислю такие, как индивидуальные скайп-конференции с вами, где разбирают ваш канал по косточкам и помогают его улучшить, чтобы еще больше было подписчиков, еще больше просмотров, соответственно, еще больше доход. Помогают сделать дизайн индивидуальный, графическую шапку, логотип, аватар. Например, если у вас довольно раскрученный канал, то помогают делать и заставку видео, коротышки такие, которые начинают видеоролики. Ну и так далее и тому подобное. То есть довольно много разных привилегий, в том числе даже АИР начинает брать меньше себе процент, не 30, а 20. Но это для тех каналов, которых идет 1 миллион коммерческих просмотров на канале в месяц. Ну а сейчас я вам покажу свой личный кабинет, покажу все цифры, вы увидите сравнение за месяц, какие у меня результаты повышения показателей получились. Подключилась я к партнерской программе 1 апреля, поэтому выбрала период в статистике в YouTube Analytics с 1 апреля по 1 мая. Здесь, если мы наводим мышкой на цифры, то видим выплывающее окошко сравнения с прошлым подобным периодом. Мы видим, что по сравнению с мартом за апрель прирост по сравнению с предыдущим периодом по просмотрам составил 21%. Время просмотра выросло на 35%. Что касается общего расчетного дохода, то здесь мы не можем посмотреть сравнение, поскольку когда мы подключаемся к партнерской сети, происходит обнуление доходов, и здесь просто не с чем сравнивать, получается так. Теперь посмотрим оценки нравится, плюс 27,5%. Оценки не нравятся тоже плюс, но здесь надо понимать, что выросло количество просмотров, выросли просмотры, соответственно, выросли и те, и другие оценки. Естественно, не может всем все нравиться, есть оценки минус. Выросли комментарии, плюс 67%. Поделились, плюс 60%. Видео в плейлистах. Так, ну ладно. Подписчики, плюс 50% по сравнению с предыдущим периодом. То есть только на эту цифру, посмотрите. Плюс 50% по сравнению с прошлым периодом. Вот сейчас вы понимаете, почему, несмотря на то, что АИР забирает себе 30%, в итоге доход получается больше, потому что подписчики выросли, просмотры выросли, время просмотров выросло и так далее. Теперь я перейду во вкладку «Эффективность объявлений». Вот. За этот период мы видим, что цена за 1000 показов произведения 2,97 долларов. То есть за 1000 показов коммерческих на канале я получаю 2,97 долларов. Но эта цифра, она меняется. Ну вот за этот период была такая. Если мы посмотрим последние 28 дней, то здесь будет 3,03 доллара. То есть чуть-чуть выше, поскольку канал продолжает развиваться и все показатели продолжают расти. И вот общий доход на основе воспроизведения получается 149 долларов 30 центов. Вот цифра, да, 149,30. Возвращаемся в взор. И мы видим здесь общий расчетный доход 82,10. То есть вот они, мои 55%. То есть вот в этой вкладке мы видим общий доход все 100%. Вот из этих 100% YouTube забрал себе 45. И мои оставшиеся 55% это 82,10. И вот из этих 82 долларов 30% забирает себе АИР. Ну и все, что остается, это уже мое. Вот давайте посчитаем. Вот я открыла калькулятор. 82,10 минус 30%. Получается 57,47. 57 долларов 47 центов мой чистый доход за минусом процента для АИР. Сейчас я перехожу в свой личный кабинет в АИР. И вот я вижу, у меня два канала подключены к партнерской сети. Вот этот первый игровой канал, это ошибка. Он поражается в моем кабинете, но это ошибка. Он сейчас будет, он уйдет. Со временем мне объяснили это в АИР, что просто такое бывает, это почистят. Но не важно. В общем, мы смотрим, вот мой канал, не на кноп. Так и видим. Как мы посчитали на калькуляторе, 57,47, все четко так отображается. Вот они, 57,47, мой доход, реклама на видео. Но я повторю, что у меня подключено два канала. Вот сейчас я перешла в аналитику своего второго канала. И здесь мы можем увидеть, что результаты все те же самые, все вот эти треугольнички, они все идут вверх. То есть опять же, по всем показателям, по всем показателям прошел рост. Просмотры плюс 10%, время просмотров плюс 51%, то есть люди стали дольше смотреть видео. Оценки нравятся, плюс 104%, сейчас вы увидите. Плюс 104%, комментарии плюс 20% поделились, плюс 100%, подписчики плюс 18%. То есть здесь подписчиков меньше, но в любом случае практически на 20% выросли. То есть опять же, по всем показателям прошел рост. А что касается дохода, опять же, повторюсь, что мы не можем здесь посмотреть, но я просто помню и могу сказать, что за прошлый месяц здесь была цифра около 3 долларов, а стало 8.86. Вот мы посчитаем общий доход, плюс 6.20. Получается мой доход чистый за минусом вот этих всех процентов получился 63 доллара 67 центов. И вот сейчас я перешла в свой личный кабинет в AdSense, чтобы вы могли посмотреть доходы за прошлый месяц из обоих каналов. То есть был доход 25 долларов, был доход 47 долларов. Но за последний месяц, за март, вот мы видим, был 63.31. Ну вот сейчас я открываю свой калькулятор, да, где мы считали. 63.67. Ну можно сказать, что вышли на 0, да, примерно. Но все равно чуть больше получилось. Все равно чуть больше. Но при этом я сразу же могу эти деньги вывести. Мне не нужно ждать накопления 100 долларов. То есть, как вы видите, здесь платежи были оформлены. Вот автоматический платеж оформлен, когда было накопление. Теперь, поскольку я сотрудничаю с АИР, я могу выводить там от полудоллара, ну или на PayPal, если там 50 долларов накоплено, то есть я могу сразу же вывести эти деньги. Сейчас я покажу вам, как подать заявку на подключение к партнерской программе АИР. Ссылку на подключение к этой программе вы увидите в описании к этому видео. Когда вы перейдете по этой ссылке, вы увидите вот такое окно. Здесь будет идти внизу таблица, где нужно будет указать все ваши данные. И обратите внимание, для того, чтобы подключиться к партнерской программе, у вас на канале должно быть 100 и более подписчиков. 100 есть, уже можно, да, далее 3000 просмотров. И чтобы не было нарушений, то есть на вашем канале авторский контент, это не ворованные чужие ролики. И если так все и есть, то вы заполняете всю эту заявку. Каким образом вы узнали о нашей партнерской программе, здесь я буду вам благодарна, если вы напишите канал, видеоканал не на кнопку. И далее нажимаете на кнопку «Отправить». Если вы указываете здесь вот эти данные, то вашу заявку рассмотрят быстрее, поскольку я уже являюсь партнером АИР. И ответ на вашу заявку вы получите в течение плюс-минус двух дней. Как я уже говорила, ответы приходят примерно в этот период. Если у вас остались еще какие-то вопросы ко мне относительно сотрудничества с АИР, то оставляйте их в комментариях к этому видео.